приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня продолжаем вас знакомить с рецептами из вот такой вот интересной книги я уже представлял у меня странички распечатанные колбасы и мясо копчености пищепром из дат москва 1938 год в этой книге собраны множество рецептов ну собственно говоря колбасы мясо копчености помимо этого вяленого мяса мясного хлеба но очень много интересных рецептов по гостам 38 года вот посчитаю что пишет редакция настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбас и мясо копчености утвержденный народным комиссариатом пищевой промышленности с для предприятий нарком пищепрома альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий и работников магазинов торгующий колбасой мясо копчености вот книга о конникова 38 года издания кстати если интересно у меня есть эта книга в pdf пишите в комментариях я смогу на почту вам отправить ссылку на скачивание файла сегодня мы готовим дорогие друзья сосиски советские высшего сорта готовим полностью по рецепту этой книги то есть по рецепту 38 года по год госту 38 года в чем мы сделаем отступление в рецепте присутствует для засолки мяса соль и селитра селитру мы не используем мы используем нитритную соль все ингредиенты естественно количество на килограмм мяса я размещу в описании но сейчас кратко расскажу значит что касается мяса самого по рецепту советских сосисок используется высшего сорта заметьте используется 60 процентов то есть но если за счета на килограмм мы готовим то 600 грамм жирной свинины мы взяли вот такую вот жирную свинину и 400 грамм говядины высшего сорта взяли говядины высшего сорта далее по специям на килограмм мяса мы берем 10 грамм поваренной соли и 10 грамм нитритной соли содержанием нитрита натрия 0 4 процента 1 грамм сахара пол грамма белого перца и пол грамма мускатного ореха естественно молотого и вот что касается первую очередь естественно для приготовления любых колбасных изделий нам надо мясо за засолить здесь в рецепте сказано что если мясо размороженное или уже после хранения то его можно надо засаливать кусками а потом делать первичную обработку если мясо очень свежая то можно сразу же делать первичную обработку и вот в данном случае мы попробуем сделать засолку сразу же в фарше естественно мяско я порежу на кусочки которые нам поместятся в нашу мясорубку и еще ни разу не пробовал для вареных колбас засаливать фарш и ну а так как этот рецепт допускает то попробую попробую вот так вот и сделать опять же такие практически во всех рецептах засаливается свинина и говядина засаливается отдельно свинина меньшим количеством соли ну соответственно и нитритной соли говядина большим количеством мы тут решили все это совместить и засолим все вместе скажи мне вот тут такая-то твердая штука и и она перекрутиться нормально все оставляем и так друзья порежем мяско и теперь перекрутим его на мясорубке поджимаем поджимаем этот винт и перекручиваем зачем-то упал у нас вначале дорогие друзья перекручиваем более дешевое мясо а не вообще наоборот вначале более дорогое все это я погнал все равно абсолютно все из мясорубки мы можем вычистить то есть у нас никаких отходов не будет все что у нас останется в мясорубке мы вычищаем и сюда же добавляем потому что будет вторичная обработка мяса мы его будем измельчать на пути все перемололась мяско так что ларис и специи сразу же добудем или все-таки специи завтра попробуем тогда значит разровняем наш фаршик вносим сюда сахарок вносим смесь поваренной и нитритной соли так надо как-то равномерно постараться его рассыпать мускатный мускатный орешек будут у нас ароматные сосисочки и белый перец это конечно еще черного перца добавил но мне вот в этой книге очень интересно получить оригинальный вкус колбасных мясных изделий которые делались в этом самом 38 году тщательно друзья все перемешиваем тщательно здесь ключевое слово чтобы у нас все мяско равномерно просолилась чем-нибудь накрываем можно затянуть пищевой пленкой и отправляем на засолку в холодильник на сутки а завтра ой как я отдыхнул я прошу прощения белого перца замечательно а завтра друзья вернемся к приготовлению уже непосредственно фарша и кирки наших сосисочек так друзья фаршик солился сутки выглядит вот так вот причем вы знаете вот мне очень нравится как он выглядит как он пахнет я чего-то становлюсь сторонником того что на вареные колбасы будут все-таки фарш засаливать фарш и они они в кусках больше мне нравится стыди какой с этой стороны ярко-красный колбаса но не колбаса наши сосисочки будут хорошего красивого цвета перекручиваем фаршик на мясорубку с минимальным с минимальными отверстия 2 миллиметра перекрутили весь фаршик друзья и теперь берем вот такие вот пакетики ну любые пакетики на самом деле нам его надо немножко подморозить моего для того чтобы удобнее было складывать в морозилку перекладываем вот такие пакетики пока перекладываю расскажу что нам понадобится значит на этом этапе нам понадобится кутер или блендер с чашей от кухонного комбайна я покажу какую можно использовать чашу для блендера мы будем использовать наш такой большой хозяйский кутер после того как фарш подморозится нам надо будет приготовить из него эмульсию вот так вот я его разравниваю чтобы он быстрее подморозился закрываем пакетик и где-то на 15-20 минут отправляем в морозилку после этого друзья продолжим фаршик охладился друзьям и перемещаем его в кутер смотрите вот когда у нас не было такого замечательного кутера мы использовали вот такой вот блендер от обычного кухонного комбайна в нем конечно делали за несколько приемов в этом кутере сейчас можно до 4 килограмм мяса совершенно спокойно измельчать наша главная задача то есть измельчать нам надо где-то 5-6 минут максимум 7 мы вам покажем то есть в результате измельчения у нас должна получиться совершенно однородная эмульсия вот главная задача чтобы мясо не нагрелось потому что в процессе того как ножи рубят мясом от трения она нагревается нам ни коем случае нельзя чтоб фарш нагрелся до температуры выше 10 11 градусов поэтому этот процесс надо контролировать особенно если вы в обычном маленьком блендере сбиваете но не сбиваете а измельчаете также мы приготовили ледяную воду вот прям ней плавают кусочки льда из расчета 100 грамм на килограмм фарша ну так как у нас полтора килограмма сосисок то мы приготовили 150 миллилитров воды поместили все мяско в кутер собираем все остаточки чтоб ничего не пропало естественно как говорил-то ариш леонид ильич брежнев экономика должна быть экономной накрываем это дело крышечкой и начинаем измельчать на первом этапе измельчения надо добавить ледяную воду вот сейчас она буквально пол минуты прокрутиться и добавим водички после этого измельчаем наш фарш в течение 5 минут вот друзья у нас получилась эмульсия сейчас покажу вот такая вот совершенно однородное пюре видите она совершенно вообще бы с кусочков давайте я даже сейчас приблину крупный план покажу вот такая вот совершенно совершенно однородная теперь ну проконтролируем температуру если температура находится на пределе то есть превысила 10 градусов то лучше ее немножко охладить опять же таки в морозильной камере если с температурой все нормально у нас все нормально я знаю по опыту тогда готовим шприц для набивания колбас и оболочку помещаем ну перемещаем нашу эмульсию шприц и так дорогие друзья подготовили мы шприц для набивки колбас эмульсию поместили шприц в качестве оболочки используем коллагеновую оболочку диаметром 23 23 миллиметра диаметром 23 миллиметра почему коллагеновую мне значительно больше нравится изделие я вообще последнее время пришел к выводу что вот полимиолидной оболочки мы откажемся вот нравится мне больше коллагеновая она получается фактически как натуральная дорогие друзья ну вот непосредственно эту оболочку мы покупали в магазине ем колбаски доступны товары из этого магазина как в украине у них есть украиноязычный сайт так и в российской федерации не самые дешевые цены зато очень классная софтиме но совершенно не рекламирую магазин оболочку мы замочили в теплой воде где-то минут на 10-15 теперь надели оболочку на цепку и будем набивать нашу колбаску вначале спустим воздух шприца и фарш подведу к началу цепки есть и вот таким вот образом зажимаем нашу оболочечку и не сильно плотно ее набиваю не сильно плотно потому что сейчас будем формировать сосисочки будем перевязывать и она уплотнится дорогие друзья вот таким вот образом теперь перевяжем ее для того чтобы перезвязать то есть перекручивать я ее не рискую по той причине что бывает такое что коллагеновая оболочка при сильной натяжке лопается также не вижу цель цельной ниткой но исключительно из соображений экономии нитки хотя можно можно вязать цельной ниткой то есть мы используем длинную вот такую вот бичеву формируем примерно одинакового размера колбаски и мне колбаски сосиски простите и вот таким вот образом лариса и и перекручивать конечно это удобнее значительно делать вдвоем то есть ну я знаю что и одному можно сделать ну мы уже привыкли мы вообще все делаем вдвоем как ни странно нам это даже не надоедает можно использовать какую-нибудь мерочку если вы перфекционист и хотите чтобы сосиски были идеально ровного размера то можно использовать мерочку и делать их идеально ровные я конечно тоже перфекционист но сосисками как раз не заморачиваюсь особо ну таким вот образом друзья сформируем все наши сосисочки но дорогие друзья мы закончили набивать наши прекрасные сосисюндры и вот так вот я вам хочу сказать выглядит полтора килограмма советских сосисек высшего сорта осматриваем их все если где-то но у нас пузырьков воздуха здесь нигде нету по моему если где-то вдруг у вас появился пузыречек воздуха иголочка это место просто прокалываем как бы и воздух в процессе приготовления в процессе тепловой обработки дальнейшей выйдет значит что мы сейчас с ним с ними делаем их надо на ночь оставить на усадку для этого мы их возьмем и вот таким вот образом развесим на веранде просто ну на веревке на чем угодно просто берем вот так вот их и развешиваем да 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 обязательно температура то есть все зависит от сезона у нас на веранде сейчас температура 67 градусов плюс не должна быть минусовая температура естественно и температура должна быть не больше 7 8 градусов то есть вот при такой температуре если же готовим летом тогда на верхнюю полку складывая но таким вот образом то есть ни в какой не в судочек ничем их не закрываем а вот просто таким образом на верхнюю полку в холодильника чтобы они усаживались а завтра приступим дорогие друзья к тепловой обработке друзья наши совет советские сосисюндры высшего сорта ну или сосиски советские высшего сорта провисели ночь но собственно говоря не то чтобы даже ночь а практически сутки они были на усадке единственное что два часа назад мы их занесли в тепло для того чтобы они немножко отеплились то есть при комнатной температуре но грубо говоря если вы усадку делаете в холодильнике то при комнатной температуре их потом подержать два часа и четко по книге делаем тепловую обработку в два этапа первый этап это обжарка помещаем в духовку с включенной функцией сейчас подожди давай я тебе открою с включенной функцией конвекция на 15 минут при температуре 90 градусов не больше я думаю кратненько там это да 15 минут будет достаточно потому что ну вот если четко читать по рецепту то тут так интересно 44-90 но обжаривание после набирки производится обжаривание сосисек при температуре 44-90 градусов в течение 20-120 минут но мы решили классическую температуру обжарки сделать все-таки при 90 градусах так как сосиски но колбасу мы обжариваем где-то в течение 20-30 минут зависимости от толщины сосиски 15 минут я думаю достаточно будет включаем секундомер время пошло так сказать температуру поддерживаем и второй этап у нас будет варка вот к сожалению наш сувид еще заказанный из китая не приехал поэтому сегодня будем варить в кастрюле решили приготовить не в духовке а именно вот четко не отходя от рецепта указанного в книге значит что мы сделали первую очередь на дно кастрюли положили две тарелки одну ну как бы как сказать нельзя сказать тарелку вниз головой то есть одну тарелкой вниз и на нее такую же тарелку поставили тарелкой вверх скажем так ну в нормальное положение для чего это сделали для того чтобы ну потому что на огне дно кастрюли нагревается до 300 градусов если сосиски будут соприкасаться с дном они сразу же получат бульонный отек вот чтобы этого не произошло мы как бы оградили дно от самих сосисок температуру варки будем поддерживать пределах 65-70 градусов вот таком вот диапазоне ну как бы 70 градусов на самом деле оптимальная температура в общем сейчас наши сосисочки прожарятся мы будем помещать на варку и я более детально расскажу наши сосисочки обжарились но обжаривались как и говорили мы 15 минут достаем их извлекаем из духовочки и переместим аккуратненько и переместим в кастрюльку помещаем сосисочки в кастрюльку важно чтобы в кастрюле у нас была стабильная температура в процессе варки то есть вот ну 65 67 70 градусов но желательно за пределы 70 не выходить так щуп ты забыла в одну в одну из сосисочек вот так прям вдоль втыкаем щуп термометра чтобы мерить температуру но я друзья тоже засекаю время у кого нету влагозащищенного щупа чтобы мы понимали сколько их варить секундомер запущен у кого есть щуп значит ситуация такая при температуре воды 70 градусов варим сосиски до достижения внутри внутри самой сосисочки температуры 68 69 градусов к этому моменту надо приготовить холодную ванну мы приготовили большой поддон налили в него ледяной воды то есть вариться я так понимаю будет недолго буквально мне кажется минут 15 но сейчас мы точно определим сколько будет вариться и как бы уже вернемся когда достигнем температуры 68 69 градусов внутри сосиски вот в кастрюльке все это выглядит вот таким вот образом то есть 11 термометр у нас меряет температуру воды один датчик а второй датчик меряет температуру внутри сосисочки достигла температура 68 градусов наших сосисках и друзья на этом процесс варки останавливаем и помещаем сосиски в холодную ванну ты хочешь прям со щупом ой все пропало охлаждаем где-то в течение 20-25 минут и после этого можно употреблять пищу но собственно говоря мы с вами продегустируем посмотрим разрез и я расскажу о том что у нас получилось на вкус и так дорогие друзья сосиски остыли я себе одну подогрел и в первую очередь естественно хочу показать вам разрез вот посмотрите пожалуйста на разрезе наши сосисочки выглядят вот так вот немножко пористая структура получилось но это я думаю что это вопрос набивки больше не очень плотно мы их набивали ну и сейчас попробуем ну вот как вы видели разрезал шкурочка снимается ну вот это вот коллагеновая оболочка очень легко нигде она не прилипла сама сосиска имеет хорошую такую обжаренную естественную корочку то есть она совершенно однородная слюнки совершенно однородная снаружи ну и дорогие друзья попробуем попробуем буду пробовать без кетчупа без горчицы она это реально советские сосиски вот именно тот вкус кто помнит тот поймет попробую с горчичкой с горчичкой еще школу когда ходил приходил со школы мама мне оставляла но две вещи обычно оставляла то что я сам все готовил это сосиски и пельмени я эти сосиски любил больше чем пельмени реально то что надо очень хороший рецепт с удовольствием его вам представляем и рекомендуем к изготовлению как вы видели все достаточно просто все можно сделать домашних условиях без всякого специального оборудования ну собственно говоря мясорубка есть каждом доме измельчитель типа блендера тоже есть каждом доме единственное что колбасный шприц но не обязательно же иметь такой колбасный шприц как у нас можно купить самый простенький самый самый маленький колбасный шприц он там стоит порядка 10-15 долларов на алиэкспрессе или в украине допустим на пром я тоже продаются по 400 по 450 гривен про простые колбасные шприцы на килограмм на 800 грамм которых достаточно для того чтобы готовить себе дома такую красоту друзья сосиски действительно очень вкусные очень рекомендую пробуйте делать если есть какие-то вопросы в процессе приготовления или до приготовления задавайте их комментариях мы отвечаем на все комментарии также напоминаю если кто-то хочет получить книгу конникова формате pdf присылайте напишите в комментариях свой email с просьбой выслать я ее обязательно вышлю ну собственно говоря подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые видео ставьте пальцы вверх я думаю что видео вам понравилось про пальцы вниз даже не говорю а мы дорогие друзья как обычно будем снимать для вас новые интересные материалы всего доброго пока